всем привет дорогие подписчики а у вас классное настроение у меня да спонсор сегодняшнего выпуска но вообще-то не спонсор как бы это так правильно сказать да чё там придумывать какие-то слова портал 7 дач это ребята которые нас поддерживают я два года публикуюсь со своими рецептами на этом портале этот портал рассказывает для дачников о дачниках из уст дачников все про дачи все что с этим связано очень интересный крутой проект серёжа оля спасибо огромное за то что поддерживаете и за то что помогаете привлечь аудиторию и сегодня низкая вам персональная благодарность потому что вы классные ребята вы отличный делаете проект и очень хорошо что но мы с вами такие друзья партнеры так далее не спонсор не спонсор ссылка да в описании и ну посмотрите наверняка из вас много много дачников и возможно этот портал будет для вас чем-то полезен у меня же польза сегодня будет вот какая я хочу сделать корейскую морковочку корейскую морковочку я тут начистил морковочка русская правда вот у меня начищенная но превратится на в корейскую с помощью нехитрых манипуляций конечно же у меня есть друзья корейцы шефы есть масса всяких корейских вариантов на тему и в зависимости от того где кореец вырос в казахстане в омской области в красноярске во владивостоке в самой корее в северной южной масса очень рецептов но есть определенные характерные схожие черты так вот я хочу использовать так сказать свой наработанный опыт рассказать о том как я вижу этот салат простейшие простейшие блюда простейший салат но знаете со своими такими авторскими вещами для того чтобы и вам было что пообсуждать для того чтобы вы там написали ряд комментариев о том что я там оттуда я кореец и мы но у нас принято готовить так мне интересно очень было бы это услышать поэтому пожалуйста пишите я реально я многие комментарии которые вы пишете там с историями про блюдо и так далее не воспринимаю как троллинг да и наоборот с удовольствием это читаю и я же как бы не энциклопедия ходячая с удовольствием учусь у вас вот картофан о картофан говорю маркофан я на рынке нашел вот такую терку это в общем какая-то странная экзотическая фигня но вы знаете я сам себе люблю всегда сделать эксперименты думаю тетки продавщицы говорят эта терка реально классная популярная самая я говорю ну давайте ее хотя я такой вообще никогда не видел поэтому вот видите она прям идеально чистая новенькая еще пока что не пользованная поэтому вы будете свидетелем и моего фиаско или наоборот моего взлета к небесам корейской гастрономии ухты неплохо шинкует не обманули девчата за исключением того что она конечно должно быть как-то по длине все это но вы знаете главное что было удобно есть палочками штука какая режет вообще главное чтобы куски ладони не оказались в корейском салате это будет корейский салат с мясом увлекательный процесс увлекательный процесс натирания на корейской терке боюсь что при таком активном использовании терки наверное три морковки будет многовато 2 тут в общем в любом случае как и во всех остальных делах не кондитерских все должно быть по вкусу поэтому говорят в этом ресторанчике корейском вкуснее морковочка или у этой бабушки у этой бабушки морковочка вкуснее потому что бабушка делает все это на свой вкус количество соли сахара там уксуса всего прочего в общем когда остается небольшой кусочек морковки его тереть неудобно но общем распространенная ситуация о какие красивые волосюшки морковушки скажешь по поводу темы что корейская морковка нифига не корейское блюдо морковку по корейски да вообще тут история умалчивает масса там есть всевозможных гипотез но я вот был не в самом сеуле а в аэропорту сеула там продается повсюду она вместе с кимчи да это прям такое даже если она появилась где-то значит среди наших русских эмигрантов то безусловно она уже перешла и туда и сюда у нас же ведь знаешь как пельмени кто-то придумал а потом поехала в америку и вдруг в америке появились пельмени там или в италию или еще что то то есть информация же не может быть зациклена только в одном регионе поэтому даже если она не корейская по одной из версий то уже стала корейски я думаю что здесь дело в том как ее приготовит потому что например есть масса овощей которые распространены там в корейской кухне не только в корее но и в россии в казахстане где живет много корейцев технология эта технология и вкус самое главное вот этот вот сладкий острый кислый терка неплохая бы но из-за того что тут она криво сделано вот эти углы все торчат и она такая нерадивая если бабушку посадите сказать и давать три тонны морковки шинкани она конечно тебя блин прибьет потом короче это не самый лучший вариант следующий раз на будет купить какой-нибудь знаешь такой с насадкой большую мандолин вообще популярна очень вот это вот оранжевая терка она тоже в том магазе было но я все-таки решил по аутентике пойти ладно надо заканчивание с этими аутентичными терками вот смотрите первонаперво что значит я сделаю нужно морковку посолить для того чтобы она дала сок во первых просолится морковь во вторых она станет мягкой в третьих она не будет отдавать столько влаги что в общем не очень хорошо ей то есть она потом когда будет храниться будет не в жиже хранится вы же когда покупаете в магазинах или берете у на рынке у корейцев морковь у русских которые делают ее она же она не и она не в соке он такая полусухая кто-то добавляет сюда сахар я нет морковка достаточно сладко еще знаете от сезона бывает зависит и от сорта морковки берешь некоторую сок получается просто идеальный а некоторые такая хиленькая тут все как говорится лотерейная лотерейной билете как выпустили так и так в общем вот руками на так память и и я так делаю у себя дома для себя сейчас она просолится нужно немного попробовать обязательно значит если вдруг вы поняли что вы всыпали чуть больше соли потом можно будет ее слегка промыть но нам сейчас главное что сделать просолите все пусть она солится выделяет влагу далее господа вот смотрите я сейчас прикидывал в голове у меня три морковки что-то граммов наверное 650 700 у меня они в они большие тяжелые то есть получается что чуть меньше килограмма у меня где-то значит килограмм морковки стоит 30 рублей чуть меньше килограмма ну допустим там 20 рублей заплатил за морковь плюс лук чеснок ну выгоднее получается чем покупать например по 250 рублей килограмм готовой моркови на рынке но я вчера видел что 250 рублей килограмм может быть кто-то и дешевле продает но вот прикиньте что вы здесь на 100 рублей у вас чуть ли не килограмм моркови получается в два раза наверное два раза наверное будет меньше себестоимость поэтому если для вас актуально посчитать баблишко то конечно же вы должны на это обратить внимание лук лука должно быть в меру будет много лука морковка превратится в луковую кто-то так делает и кто-то любит ведь я говорю что рецептов масса и кто-то говорит ой а я вот люблю так и мне кажется что так вот правильно а я люблю так чтобы острое было так вот правильно тут я говорю сколько было корейцев на земле рождена у всех своя корейская морковка но главное что основа одна и та же чеснок вот чесноком нужно не аккуратно чесноком нужно помощнее знаете чеснок должен быть по настоящему использован тут без всякого стеснения поэтому в зависимости от того как вы привыкли его резать можно его пошинковать вот таким образом вдоль не дорезая до конца вот такими тонким полосочками потом его можно разрезать вот таким образом поперек об потом можно еще разочек а потом тоненьким кубиком вернее маленьким кубиком получается у нас такая нарезочка гламурная кориандр у меня здесь есть вот такой вот я из индии привозил он сушится не на солнце а в тени он такой более зеленый конечно не такой как на картинке врут они все вы всегда думаете что корейская морковь это что-то необычное но наверняка часть из вас думает именно так смотрите кориандр это самая базовая самая вот корейском морковская специи только из-за этой специи молотого кориандра морковка приобретает вот этот вот аромат и вкус не нужно здесь каких-то там найти пакетиков в которых уже все замешано сахаром с глютаматом натрия со всеми делами как выливаешь типа перемешала все готово когда делаешь все своими руками да еще и первый раз сделаешь поймешь что здесь хочу лука больше чеснока меньше чеснока больше и или кориандра туда пару ложек сверху сахара когда вы сами для себя найдете рецепт корейской морковки и это будет самая идеальная составляющая дальше морковь у меня здесь чеснок кориандр лук мне нужно масло просто масло растительное обычно без всяких ароматизаторов и всего прочего в общем масло в любом случае должно быть знаете такое количество которое но здесь наверно миллилитров 100 ну полстакана точно есть тут очень сложно его вот так примерно масло должно быть без аромата без всякой горечи там всего прочего ставлю его на плиту разогреваться вы знаете я знаю там несколько вариантов приготовления масла которым заливается морковь один из вариантов который мне больше всего нравится это когда я раскаляю масло в чистом виде в чистом виде ничего там больше туда не добавляю есть вариант когда чеснок и лук в большое количество масла кидаются на сковородку обжариваются а потом этим заливаются этим заливается морковь пробовал я так и так короче лук и чеснок не дают маслу сильно нагреться начинают гореть и снижать температуру поэтому масло сюда вливается не раскаленное но горячее но не раскаленный а когда я делаю масло в чистом виде она набирает в себя температуру и потом им лучше всего заливать морковку так вопрос от меня как человек который перепробовал 250 видов покупного покупного покупной морковь я ни разу не видел чтобы там был лук да они ароматизируют масло и потом этим маслом заливают есть ряд рецептов где там вообще лук 50 на 50 а есть где испаржу добавляют есть где масса рецептов но вкус лука там должен быть видимый или невидимый должен быть там лук я кладу вот сюда кучкой дрючкой лука не очень много во первых если будет много лука его будет тяжело залить маслом во вторых сильный запах вот аромат лука он мешать будет становиться морковки очень вкусный чайная ложка кориандра вот на этот объем это мой личный вкус потому что каждый раз мне в морковке не хватает кориандра кажется что вот вот еще чуть-чуть вот еще чуть-чуть поэтому я для себя выбрал вот на это объем я же примерно на глаз делаю вот без горки ложка кориандра молотого есть ряд рецептов где где добавляют чили в виде порошка до каенский каенский перец молотый где кто-то добавляет сушеный наламывает их его я немножко у меня зеленый здесь есть вот этот вот такой остренький я его чуток подрежу знаете без особого энтузиазма сверху брошу затем на него большое количество чеснока прям большое количество чеснока вот так чесноком главное не прогадать его должно быть много но не чересчур и опять же будет мало будет не вкусно уксус вот на этот объем я добавлю 2 чайные ложки чуть чуть-чуть больше получилось уксус можно добавить всегда потом если вдруг вы понимаете что его недостаточно но я небольшой любитель уксуса я его все докладу немножко поэтому от масла должен пойти дымок прям вот он начинает то есть масло перекалилась его нужно сразу же использовать для того чтобы о видите я просто-напросто жарю чеснок раскаленным маслом и лук тоже от этого раскаляется специи лук чеснок чили перец все много лить не надо и теперь все это нужно перемешать ложкой или руками но я уже не полезу в масляную масляный тазик если только в перчатках все основная часть марлезонского балета у меня готова за исключением маленького авторского штришка который за который меня сейчас расчленят поклонники корейской кухни мне кажется что я сейчас сделаю что-то такое что войдет в историю как самое отвратительное что могло вмешаться в корейскую кухню класс пахнет супер смотрите я на рынке покупаю всегда капусту кимчи это корейская тема вонючая страшная капуста мне всегда супруга говорит фу воняет корейской капустой так вот у когда капусту все съедаешь остается вот этот сок от квашеной капуста сквасилась выделила сок там все 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 вместе это все сбродила и чили перец и все чеснок он такой довольно вонючий крепкий активный соленый кислый так вот если взять и например вот остатки этого сока после капусты и сюда накидать веток сельдерея тоненьких лука помидоры можно огурцы я так делаю как бы дополнительные кимчи используя тот сок который остался у меня от прошлых так сказать капустных возлияний у меня здесь как раз маринуется сельдерей листочки я добавляю сюда ветки сельдерея вот сюда прям с листьями я сюда добавляю несколько ложек вот этой вот перебродившего сока от кимчи представляете какая концентрация корейской кухни у меня сейчас здесь в морковке вот попробуйте так сделать на рынках везде продают кимчи но всяком случае в москве и в ростове в краснодаре и то есть там где можно чего-нибудь сквасить на территории российской федерации обязательно квасит можете сами сделать посмотрите рецепт как делается кимчи опять тоже ведь нужно его выбрать сделать попробовать понять нравится не нравится но теперь морковка приобрела полноценный вкус осталось ей постоять в холодильнике хотя бы ночь для того чтобы она напиталась пропиталась там лишний сок где-то что-то слить попробовать по вкусу добавить сахар уксус может быть больше чили перца или может быть вообще добавить больше кориандра и все на стол пожалуйста можно конечно и так есть она и так вкусная такая более свежая но мне нравится когда она постоит какое-то время и потом приобретает такой мощный вкус и аромат к это терке деревянной у меня была такая бумажечка на которой написано рецепты корейских салатов из моркови или свеклы редьки капусты чимчи один килограмм сырой моркови натереть на специальной терке тонкой и удлиненной вот так на той смешать 4 5 столовыми ложками уксуса полстакана подсолнечного масла 3 столовые ложки сахара 1 чайная ложка перца черного молотого и большой головкой чеснока пропущенного через чеснодавку добавить щепотку молотого кориандра то есть папа на мой вкус должен больше кориандра меньше уксуса а тут написано что вообще ничего жарить и нагревать не надо так маслом залил перемешал оставил как получилось так получилось в этом игры очень-очень масса у меня даже в телефоне из корейской книжки где тоже написано еще там сотня разных рецепт на пробу перед тем как попробовать нужно тщательно перемешать я сейчас пробую не настойный вариант но но такую штуку я люблю лука если еще сельдерей сельдерей со вкусом кимчи такой более кислый знаете а очень кстати остро вот эти вот почти что два маленьких зеленых перца прям загасили но еще и от кимчи от капусты острый бульон в общем я хочу сказать что тема благодатная сделать можно с любыми другими соленьями ой смысле овощами при подаче вы можете знаете что сделать ее отсоединить нашинковать соломкой огурец смешать вместе и подать огурец делает корейскую морковь свежее зелень здесь я не знаю я ни разу не встречал чтобы зелень какую-либо использовали ну хотите можете кинзы добавить хотите можете вот все испортит ее а вот огурец не испортит так что приятного аппетита экспериментируйте с корейской морковкой потому что это все-таки такая штука чтобы не говорили как ее правильно делать у каждого из вас будет совершенно правильный рецепт пока дорогие друзья а